всем привет сегодня новый день новый влог как вы думаете куда мы приехали мы опять на челкаре немножко другое место вот так же ветер и кстати здесь очень а вода тут теплая вообще здесь прямо аж прям аж такая прям теплая теплая обалдеть вот она там согрелась и холодно тут так и слабый и Субтитры делал DimaTorzok В прошлый раз мы когда сюда приезжали, здесь была холодная вода. Сегодня очень теплая, несмотря на то, что сегодня 32 градуса. В прошлый раз, когда мы ездили, был 41 градус. Вода чистая, прозрачная. Волны, как на море. Волны. Волны. Она ныряла, конечно. Зачем нырять? Вот тебе две волны идут. Офигеть, да? Волны классные. На море прям. Волны. Волны. Да, вообще был круг. Иван, не надо, а то в уши это всё. на спину на животик ляг на животик ляг на животик как мама сядь рядом с мамой это согреет пойдем ко мне сюда не надо нырять один у нас уже замерз котенок пойдем эти плотенчики садись садись, садись и сюда надо делать и сюда надо Коля тут мангал собирает маленький наш походный а вот это зачем? да не надо очищать его там песок все юрты пустые даже не знаю как здесь заказывать юрты если так звонить по телефону сейчас мы имеем сезон я так думаю можете честны 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 Здесь есть вот такие вот столики, сделанные классные, с лавочками. Но там мы место получше, вон там он, нашли. Сейчас быстренько пойду покажу. И потом буду, покажу быстро, и потом буду шашлык на шампура насаживать. Будем шашлычок жарить, покушаем, покупаемся, позагораем. И пойдем, поедем домой назад. Кушать мы будем вот здесь. Здесь тоже такой, как шатерчик самодельный. Здесь прям хорошо чистенько. Вот столик. Лавочки. Классное место такое. Юрты пустые, говорит Коля, сейчас не сезонная, в августе будет сезон. Но вода очень теплая вообще. Если бы ветра не было, вообще бы шикарные были. Прям вообще шикарно было бы. Мы не одни отдыхаем. Там у нас вон там еще отдыхают. Но так людей мало, но есть. Ага, жаркий. Конкретный. Так, насадили мы шашлычок на шампура. И сейчас хотим проверить лайфхак. В угли бросить соль. Пониже, 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 пониже. Угу, не горит. О, как она стрелять начала. И все, и теперь, по идее, не должно быть вот этого горения. Еще чуть-чуть, наверное, да? Все равно там немножко он горит. Уголек. Должен. Давай сюда. Должно быть хорошо. Ай! Смотри, что где на пол? Смотри, просто не садился, он неправильно видно. Надеюсь, все остальные не попадают. Сапог пошел. Вот этот лук надо убирать. Мышечка. Сейчас гореть будет. Он гореть будет сейчас. Опять все в углях будет. Как будто на речке первый раз. Смотри, камеру не уронит. С папой хочу посетить. Старшок. Штанок. Хух. Куда тебе есть? Кирпичик. Игорь, как бы настроил. Реально, прям быстро, да? Помнишь, ты говорил, надо с одной стороны пожарить, потом перевернуть с другой стороны пожарить. Вот это надо было сюда. Видишь? Ну, подвинь ножка. Так, все, спряжи. Еще надо будет здесь. Потому что жарить. Тут вообще надо выкинуть. Ставим здесь потом. Горит он. Мало соль, значит, надо было еще. Ты его не убрал, соль? Нет, тут еще. Нормально щекот. Не, он не горит, не надо. Не горит, не горит. Нет, соль не соль. Сейчас, сейчас, там много соль, вот здесь вот мало. Я свистык солю. А, сильно много. А сверху водичка повисит? Где у тебя вода есть, вот эта оттевая? Там, кубасы, может больше. Не надо воду, может, сказал там, не надо воду Василию предводить. Слушай, что он слышит. Камерную забыл. Здесь даже на челкарь придумали, как руки мыть, а мы на даче не можем здесь придумать такой хрень. А запах-то какой, да? Жирок. Поехали над водой. Здесь такое классное приспособление, руки мыть. Воду наливаешь и моешь. Прикольно. Только на шашлык не лечь, и речная вода. Жир капает и горит опять. Тот лайфхак не работает. Лоша, сквасная. Вот такая кузычка. Не надо, пойдем шашлык есть. Все, шашлык готов. Пойдемте. Не урони, Савич, ты опустил так прям. Я ничего, чашки не взяла только. Ну, там есть какая-то тарелка, делай, чашки белые. Тарелка. Она грязная. А ты убрала? Что-то там замороженная. Нет, зачем? Сейчас мы вот это съедим, и это новый наш запах. Запах, да. Регина, на ванну отдать. Сидели, кушали, заняли два места. В общем, здесь мы насаживали там что-ли что-то. Приехал хозяин, в общем, хозяин Топчана. Приехал хозяин Топчана, в общем, на машине. И говорит, что вот эта штучка платная. Что сколько, Коля, она стоит, забыл я. Четыре тысячи она стоит на день, если ее, получается, с утра до вечера снять. Четыре тысячи за нее нужно будет отдать. Ну, так за каждую. И это не входит плата, допустим, если вы хотите юрту снять, и вот такую вот пристроечку, чтобы со столом, тут вот это вот на свежем воздухе было. Это надо будет за юрту отдельно платить, а за Топчан отдельно. В будни получается дешевле, а в выходные дни дороже. В выходные дни юрта стоит у них 10 тысяч, а в будни 4-5 тысяч, так можно снять. Хозяин хороший, разрешил нам здесь, в принципе, бесплатно остановиться, получается. Потому что мы, в принципе, приехали недавно. Мы сказали, что мы сейчас покушаем, покупаемся, там, позагораем, да уедем. Часов в шесть уедем. Вот, приехали мы не так давно. Час назад где-то мы приехали. Около часа, в общем, мы здесь. Вот. И он с нас денег не взял. Мы безгранично рады, конечно, то, что мы не собирались ничего снимать, ни за что платить не собирались. Единственное, что здесь стоит мешок с мусором. Вот. И он, типа, такой, говорит, ну, тогда вот этот мусор мы поможете, короче, типа, увезете. Ну, мы согласились. Ладно, типа, увезем. Фиг с ним. Но здесь очень мусора много. Вот так вот ходишь, если они собирают, вот этот мусор все вывозят. Но, видно, они как-то все равно не успевают, что ли. И большинство мусора вот так вот остается, можно сказать, гнить, стоять в этих мешках. Вот. Вот такая вот история с нами приключилась. Мы как шашлык покушали. Я намазалась. Едет машина какая-то. Лошадка. Лошадка сзади меня скачет. Парень. Покушали сейчас. Я пойду остальной шашлык тоже насажу. Прикрою его чем-нибудь. Пойдем покупаемся. Еще, наверное, партию пожарим потом. Покушаем. И поедем уже, наверное, домой. Не знаю, сейчас посмотрим. Я еще позагорать хотела. Я намазалась. И так и не позагорала. То лошадь приехала, то хозяин приехал. Не удалось мне позагорать. Собаки такие улетели. А мы сейчас пойдем далеко-далеко в Челкар зайдем с удочками из блесной. Мам, а там дна не будет? А там дна не будет? Нет, там дна не будет. А я буду с вами. Нет, с нами ты не будешь, Милан. Да, да. Я тебя прошу. Что нужно работодателю формировать? А работодателю днем не будет. Сейчас уже 8 часов вечера. Мы накупались, назагорались. Наели шашлыка. Сегодня была вода просто сказка чудесная. Сейчас уже собираемся домой. Обязательно приедем сюда еще раз. Нам все здесь нравится. Даже порыбачить успели немножко. На блесну порыбачили. Но ничего, конечно, не поймали. Хочу вам показать Юрку. Здесь, в общем, вот такие вот каркасы стоят. Железные. Вот, прям такие плотные. И когда ты хочешь их снять... Здесь, смотрите, даже дверь есть. Приезжает хозяин, я так понимаю. И все это тряпками завешивает. Вот. И там вы находитесь. Внутри, если, допустим, холод... Ну, не холод, а ветер такой сильный. Вот можно будет в юрте останавливаться. Довольно-таки большая, кстати, юрта. Вот. Потом мусор. Кстати, я читала новости про Челкар. То, что стоят мусорные баки. Типа, около них мусор разбросанный. И там кормятся коровы. Так вот. Вот я сейчас иду и смотрю. Вижу, что там есть коровы. Около мусорного бака. И они там что-то кушают, да. Но там мусор, конечно, я не вижу около мусорки. Около баков мусорных. В общем, каждая вот эта постройка, она чья-то. И стоит денег. То есть просто так, вот как сегодня, например, мы, то нам, можно сказать, еще повезло. Что мы вот так вот просто, не заплатя ни копеечки, посидели, отдохнули, можно сказать, в этом... Как я называла его уже, я не помню. Вот. Вот это вот все, то, что вот это вот есть, здесь тоже был раньше челкар. Это все просто отмелело. Представляете, какой он большой? И еще сколько он километров длится. Вообще, я читала в интернете, что челкар, самая, по-моему, большая его глубина, 17 метров или километров, что-то такое. Вот. Ширина. Короче, я не буду говорить в интернете, загуглить. В общем, это самое большое соленое озеро Казахстана, западного Казахстана. Вот. Здесь очень большие чайки летают. Я пыталась вам заснять, не знаю, получилось у меня, нет. Вот. Здесь воздух очень такой хороший. Вот. Очень водичкой вот этой вот пахнет прям хорошо. Ничем не пахнет таким, ничем не воняет, ни мусором, ничем. Мне кажется, это будет задумывать. Очень хорошо. Очень такой чистый песок здесь. Смотрите. Ракушечки везде валяются. Вот ракушечки. А вот следы, кстати, чайк. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чайки ходили. Так что вот отдых на Чалкаре. Это просто сказка. Это реально. Это у кого есть море рядом с его домом, где он живет вообще, в его городе. Есть такой пляж песчаный. Это просто наслаждение. Реально вот каждый день, летом сюда приезжать, отдыхать. Просто супер. Для души, для тела. Очень здесь красиво. Мне здесь очень нравится. Мы уже здесь второй раз в этом году. Я думаю, наверное, и не последний раз. Наверное, еще когда-то приедем сюда. И будем здесь также купаться. Но сегодня вода была прям очень теплая. Почему нам показалось теплой? Скорее всего, Коля говорит, потому что мы под кондиционером ездили. Приехали на машине. Кондиционер был включен. Мы были охлажденные, наверное. И вода нам показалась очень теплой. Ну, не знаю. Мне кажется, это просто было очень жарко. А сейчас более такой ветер. Прямо дует такой прохладненький. Прямо хороший такой. Освежающий, так сказать. Вот здесь очень много тоже юрт. Юрт и с дверцами. Много места. И еще, Коля говорит, наверное, сейчас еще не сезон. И в августе, скорее всего, будет сезон купания. Прямо будет очень много здесь народу. Но мы тоже в августе сюда приедем, наверное, покупаемся. Посмотрим, как здесь будет в августе. Сейчас у нас идет 2020 год. Июль месяц. 21 число. 21 июля сегодня у нас. Погода хорошая. Тепло. Вода теплая. В следующий раз я возьму градусник. Для того, чтобы померить температуру воды. И скажу вам, какая здесь температура воды около берега. И какая, допустим, когда заходишь по поясу. Тоже мне очень интересно. Правда же красота? Просто жить даже на берегу моря. Представляете? Слышать шум волн. Обалденно. Здесь нет пыли. Здесь свежий воздух. Тишина. Круто вообще. Я бы хотела себе такой, знаете, домик у берега моря. Чтобы была вся цивилизация тоже рядом. Но чтобы был домик у берега моря. Это было бы круто вообще тогда. Классно. Ладно, буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто смотрит меня. Кто ставит лайк. Кто даже пишет комментарии. Поддерживает меня. Спасибо вам огромное. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...